Ассаляму алейкум, уважаемые братья! Пусть Аллах одарит нас благом за каждый проделанный шаг. Пусть Аллах сделает наше собрание, одарённое Его милостью. Мы стараемся понять правильно каждый аят. И сегодня у нас 33-й аят Суры Корова. Астазу Биллэхи Мэн Шэйтан Рожьим. قال يا آдаму анбئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقول لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدونا وما كنتم تكتمون. صدق الله العظيم. الله قال آдаму «О, آдам, сообщи ты им название этих предметов и их предназначение, которым ты научился». А когда Он сообщил им их название, то Аллах сказал «Разве я вам не говорил, что знаю всё сокровенное на небесах и на земле, и то, что вы обнаруживаете, и то, что скрываете в душах». Вторая сура, 33 аят. Аллах Всевышний приказал ангелам назвать имена творений, которым Он научил Адама, мир ему. И все ангелы признали, что не знают, и ответили «Мы знаем только то, чему ты нас научил». Таким образом, ангелы признали свою слабость перед Аллахом. Ангелы спросили у Всемогущего «Зачем же ты хочешь создать человека? Ведь он будет распространять нечестие и проливать кровь на земле, в то время как мы возвеличиваем тебя, поминая и не приписывая тебе никаких недостатков». Всевышний, чтобы показать особенность Адама, мир ему говорит «О, Адам, скажи им, то есть ангелам, название этих предметов и их предназначения, которым ты научился». Здесь учёные поясняют, что особенность, которой обладает Адам, мир ему, — это знание. Затем Аллах Всевышний в следующем аяте приказывает ангелам посниц перед Адамом, мир ему, по причине того, что Адам, мир ему, знал больше ангелов. В этом аяте Всевышний Аллах показывает важность знания и его почётность. Также передаётся, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал «Поистине ангелы непременно будут расстилать свои крылья перед ищущим знания». О другом хадисе говорится «И поистине прощения для знающего непременно станут просить обитателей небес и земли, и даже рыбы в толще воды». Всевышний Аллах в другом аяте говорит «Скажи, о посланник, разве будут равны те, которые знают своего Господа и истинную веру, и те, которые ничего не знают об этом?» 39 сура 9 аят А также Аллах возвышает тех из вас, которые уверовали, а тех, кому даровано знание учёных, он возвышает на степени. 58 сура 11 аят В другом хадисе приводится, что для сатаны сложнее ввести в смуту учёного, нежели усердно поклоняющегося, простого мусульманина Абиде. Всевышний Аллах говорит «А когда он сообщил им их название, то Аллах сказал «Разве я вам не говорил, что знаю всё сокровенное на небесах и на земле?» У мусульманина нет никаких сомнений в знаниях Всемогущего Аллаха, ибо он знает, что было, происходит и то, чему предстоит произойти. У Всевышнего Аллаха нет границ в знаниях, а также Всевышний говорит нам, что кроме Него никто не знает сокрытое, невидимое и будущее. Есть два мнения учёных насчёт того, кто лучше, важнее, первостепеннее, посланники Аллаха миром, или ангелы-посланники миром. Одни говорят, что люди-посланники миром и благословением Аллаха лучше, важнее ангелов-посланников. Другие же, наоборот, приводят такой аят. «Они, ангелы, рабы почтенные, приближённые к Аллаху и наделённые особым превосходством, высшим поклонением Аллаху». 21 сура, 26 аят. А также «Не ослушаются Аллаха в том, что Он повелел, и делают всё то, что им приказано. Это их, ангелов-качество. Они никогда не идут против Аллаха и выполняют все Его приказы». 66 сура, 6 аят. Ещё в аяте. «Не говорю я вам, что у меня есть сокровищница Аллаха, что я распоряжаюсь ими, и не говорю я вам, что знаю сокровенное, и не говорю я вам, что я ангел». 6 сура, 50 аят. Учёные аргументируют это, говоря, «Ну, Хмир ему не сказал бы, я вам не ангел, если бы не считал ангелов, посланников лучше себя». Другие учёные приводят в подтверждение своего мнения аят. «Воистину, те, которые уверовали и совершали праведные деяния, являются наилучшими из творений». 98 сура, 7 аят. А также они опираются на вышеупомянутый хадис, где говорится, что ангелы растилают крылья перед ищущим знания из уважения. В другом хадисе говорится, «Всевышний Аллах хвалится людьми, делающими дуа на горе Арафат и совершающих хадж, большое паломничество». В третьем мнении учёные приводят аят, где ангелы, подчиняясь приказу Аллаха, делают сажда, падают ниц перед Адамом, мир ему. Отвечают, что тот, кому делают сажда, не становится лучше того, кто его делает. К примеру, мы делаем сажда перед Каабой. Конечно, мы делаем это Аллаху, но перед Каабой. И это не делает Каабу выше, лучше человека. Также в хадисе, где говорится, что для Аллаха понапрасну пролитая кровь мусульманина хуже разрушения Каабы. В аяте «И уже мы почтили потомков Адама», 17 сура, 70 аят. «Всем животным, рыбам и даже ангелам Всевышний Аллах указал служить человеку». В другом аяте Всевышний приказывает ангелам служить своему, которым он доволен, рабу, поставив их позади и спереди для охраны. В хадисе приводится, что тот, кто прочитает перед сном аят Аль-Курси и два последних аята сура «Корова», для того Всевышний Аллах отдаёт приказ ангелам, дабы они до утра защищали его с двух сторон. В аяте «И он, Аллах, починил, сделано пользу вам то, что в небесах, солнце, луну, звёзды, облака и то, что на земле, воду, растения, животных, корабли. Все эти блага исходят от него». 45 сура, 13 аят. «И говорим мы это, чтобы знали и благодарили Всевышнего Аллаха за это». Шариатская цель и разумное мнение, если сын Адама, мир ему, несмотря на все соблазны своего нафса, эго, будет побеждать, брать вверх, не подаваясь ухищрениям дьяволов, будет поступать честно, справедливо поклоняясь Аллаху, то тогда он может по воле Всевышнего Аллаха стать высшим уровнем ангелов, а Аллах знает лучше. Как и говорил выше, он, Аллах, сказал. «Разве я вам, ангелам, не говорил, что я знаю скрытое, сокровенное на небесах и на земле, и знаю то, что вы обнаруживаете, явные слова и деяния, и то, что скрываете, ваши мысли?» «Это одно из напоминаний Всевышнего Аллаха в суре корова для нас до судного дня, что сокрытое, кроме него, никто не знает и знать не будет. В аяте, и у него ключи сокровенного, знание о начале дня суда, где и когда будет идти дождь, что произойдет в будущем, где умрет человек, не знает этого никто, кроме него. Шестая сура, пятьдесят девятый аят. В истории пророка Сулеймана, мир ему, ему по воле Всевышнего Аллаха подчинялись животные, птицы, рыбы и даже джинны. Все это по просьбе самого пророка Сулеймана, мир ему, всемогущему Аллаху. И даже после смерти Сулеймана, мир ему, джинны не знали этого до тех пор, пока посох Сулеймана, мир ему, на который он упирался и умер, в таком положении не прогрыз червь, впоследствии чего тело и посох пророка пали на землю, и только тогда они узнали о его кончине. А если бы они знали сокрытое, то не предавались бы мучениям, тяжелому труду столько времени, в то время как Сулейман, мир ему, уже умер и не мог их наказать за ослушание. Затем Аллах говорит, «И я знаю то, что вы обнаруживаете, явные слова и деяния, и то, что скрываете, ваши мысли». Вторая сура, 33 аят. От Аллаха мы ничего не скроем. Он знает абсолютно все, наши намерения, действия и мысли. Аллах Всевышний говорит, «Мы сотворили человека в совершенном облике». 95 сура, 4 аят. Здесь идет речь, что человек — очень красивое творение Аллаха. В другом аяте, поистине, он знает про то, что в грудях, душах, его творение. 67 сура, 13 аят. Всевышний Аллах знает все, что в наших сердцах, душах, мыслях, с каким намерением пришли сюда, о чем вы рассуждаете. И ничего, братья мои, мы не сможем скрыть от него. В аяте, воистину, Аллах наблюдает за вами. 4 сура, 1 аят. Здесь это напоминание нам до судного дня. Аллах хочет, чтобы мы всегда подчинялись Ему и выполняли Его приказы. Нам следует везде вести себя благим образом. В обществе, в кругу друзей, дома. А тот же, кто ведет себя по-разному, являя одним людям льстивое расположение, а к другим относясь пренебрежительно, на его шее признак лицемерия, а лицемеры хуже, чем неверные, так как они только внешне верят, а внутри, в душе неверующие. Пусть Аллах сохранит нас от куфра, неверия и лицемерия, да оградит нас, Аллах, от совершения грехов. Пусть Всевышний Аллах одарит баракатом, благостью наше собрание, запишет благом за каждый проделанный шаг. Пусть Аллах сделает наше собрание, одаренное Его милостью и похваленное на собрании ангелов. И пусть по воле Всевышнего Аллаха мы встретимся в следующую среду. Аминь. Пречистый Аллах и хвала Тебе. Свидетельствую, что нет никого достойного поклонения, кроме Тебя. Прошу прощения у Тебя и каюсь Тебе. Субханако би хамдик, нашхаду а ла и ла и ла анта, настагуфирру кавнату литбирах.